Привет, друзья! Сегодня у нас видео будет на тему карповых прикормках, а именно о ПВА-стиках. Сделаем универсальный минималистичный рабочий рецепт. Совсем недавно мне написал вопрос и подписчик под похожим видео, которое я делал несколько лет назад. Володя, ничего ли не изменилось за эти годы или все так же пользуешься вот этим набором неимоверным? Я открыл это видео и понял, что да, пора снимать новое видео, потому что тот мой взгляд на карповую ловлю был конечно немножко другой. Сейчас я набрался опыта, каких-то знаний и понял, что очень многое в том видео лишнее. Поэтому мы сейчас сделаем универсальный, скажем так, рабочий рецепт, который подойдет наверное большинству любителей карповую ловлю. Итак, начнем пару слов буквально вообще о самих стиках. Это прикормка, которая взбивается либо в ПВА-пакет, либо в вот такую сетку. Они могут быть совершенно разного размера. Большие, маленькие, если нужно далеко бросать. Вообще микро стики делают и выглядит примерно вот в таком виде. То есть он продевается на поводок и у него есть как преимущества, так и недостатки. Основное, я считаю, преимущество лично для меня, это со стиком практически никогда поводок не запутывается. Он отлично лежит на дне. Но минус его в том, что этот стик съедает в дальности. То есть на сверхдальней дистанции с ним забросить очень сложно. Второй момент. Бывает так, что стик на самом деле вредит, когда в водоеме много мелкосорной рыбы, как у меня было на предыдущей рыбалке, меня мучили караси. Я пользовался вообще целыми просто бойлами. По 4-5 штучек в сетку и забрасывал, чтобы не оставлять насадку в одиночестве. Немножко таких голиков желательно, на которые мы ловим. Вообще ПВА стик самый, наверное, простой будет рецепт и вполне рабочий в некоторых случаях. Это покрушить немножко бойлов, на которые вы собираетесь ловить. Ну и даже не обязательно. Просто поломать их по осетку и, пожалуйста, забросить. То есть первая задача стика – это исключить запутывание поводка. Второе – это отличная презентация насадки. У нас есть небольшая точечная прикормка, рядом с которой лежит наша оснастка. Плюс ко всему, если есть в водоеме ил глубокий, трава, стик не дает насадке быстро погрузиться в эту, скажем так, отрицательную для нас среду. И третий нюанс – это, как казалось бы, дополнительное привлечение. После того, как мы карпа привлекли в зону ловли нашу, в нашу сектор, дальше начинает работать стик, чтобы он нашел именно нашу насадку среди множества частиц, которые мы бросали. Поэтому в любом удобном для меня случае я всегда применяю стик. Исключение лишь только сорная рыба и сверхдальние дистанции. Поэтому погнали. Начнем с базы. База – это основа, которую я использую в большинстве случаев. Это различного рода пелецы. Два, три, четыре вида будет достаточно, желательно небольших размеров, от одного до трех миллиметров. Я использую всегда быстрорастворимый пелец. В данном случае это Amino Original. Вы можете использовать какое угодно. Его основная задача в том, чтобы впитать арома, потому что он быстро растворяется и очень хорошо впитывает влагу. Я готовлюсь к очередной рыбалке, поэтому мы сейчас замешаем этот стик-микс. Много не будем, по одной горсти достаточно. Второе – это Red Krill, мелкий пелец, один миллиметр. Например, если карп подходит и начинает собирать нашу прикормку, то вот этих мелких частиц ему пылесосить придется достаточно долго. И третий вариант – это жирный пелец. В данном случае Halibut можете использовать форелевый. Как правило, я его использую 2 или 3 миллиметра, не крупнее. В моем прошлом видео был еще пелец мягкий. Но на самом деле, скажем так, мягкий пелец – это маркетинг просто. Его элементарно сделать. Если это криль, либо быстрорастворимый пелец, просто залейте водой. Дайте ему настояться 15 минут, и он станет мягким. Если это Halibut или форелевый пелец, залейте его кипятком. Он тоже станет мягкий и останется в такой же форме. Я иногда использую весной мягкий пелец, иногда нет. То есть он необязателен. Вот у нас есть база 3 различных пелеца. Желательно, конечно, сюда еще я добавил бы зеленого бетаин грин. Будет вообще идеальный. Ну, этого будет вполне достаточно. Дальше. Я добавлял всегда крошку. Крошка пелеца – это мелкая самая фракция, которая очень хорошо распространяется в воде и привлекает дополнительно карпа. Добавим тоже горсть. Если вы не можете найти подобную крошку, сделать его очень просто. Вот у меня есть пелец Halibut 14 мм, который я пользуюсь достаточно редко. Еще, кстати, да, такой нюанс, что пелец жирный имеет свойство через определенный срок, не знаю, год-два пригоркать. Он прям реально такой запах имеет. У меня он пока еще свежий. Мы просто берем крошу, закидываем и перемалываем. И вот у нас получается та же самая крошка. Есть даже немножко частицы покрупней. То, что нам нужно. То есть вы можете самостоятельно его сделать или даже покрушить тот же самый 3-мм. Просто он мелкий и достаточно сложно его будет делать. Куда проще с крупным. Вы спросите, друзья, где же база стикмикса? Да, есть специализированные фирменные основы, скажем так, либо готовые уже увлажненные стикмиксы. Но в них присутствует цепуха, от которой я в последнее время отказался. Почему? Потому что если вы готовите стики на соревнования, впрок, скажем так, на несколько рыбалок вперед, они просто-напросто деревенеют. Цепуха высыхает и становятся стики деревянные. Их приходится в дальнейшем заново увлажнять. Работают они уже немножко не так. Здесь же у нас фракция, которой практически нечему здесь сохнуть. Здесь все твердые частицы, за исключением быстрорастворимого пелеца, но который влагу впитает и останется таким, какой он есть. Еще одним, скажем так, инертным, тонущим ингредиентом будут бойлы, на которые вы будете ловить. Я всегда добавляю два вида. Желтый, любые. Люблю желтый цвет в прикормке, в стикмиксах. Любой вкус вареных бойлов покрышили, добавили. И второе, это те бойлы, на которые вы будете ловить. Слива, значит слива. Монстр краб, значит монстр краб. Я буду ловить следующие рыбалки на соурс, поэтому его и поломаю. Примерно все в равных долях. Я никогда стикмиксы не готовлю килограммами. По чуть-чуть использовал, еще раз намешал. Теперь сюда нужно добавить плавающих, активных частиц, которые будут взрывать наш стик, делая презентацию более эффектной. Для этого лучше всего подойдет обычная конопля. Ее нужно пожарить на обычной сковородочке. Спрашивают, до какой поры жарить. Как только начнут трескаться зернышки, значит готово. Ее также мы погружаем в крушу. Можно сделать на мясорубке, на чем угодно. Вот у нас получается с офигенным ароматом конопля. И она вся плавающая. То есть она будет наш стик взрывать. Добавляем также сюда горсть. Вторым активным ингредиентом у нас будет выступать попапы. Вот когда я выматываю оснастки, бойло я не выбрасываю, собираю. Их мы тоже сейчас покрушим. Дополнительно можно добавить других цветов попапов, которые вы не пользуетесь. Вот я пятнадцатыми практически никогда не пользуюсь. У меня есть белый и крейв. Их все в одну крушу и перемалываем до мелкой крошки. Вот такая у нас получается цветная красота. Также добавляем сюда. По сути, друзья, наш стикмикс готов. По своему желанию, конечно, вы сюда можете добавить различного там робинреда, экстракторов, кукурузы, там всевозможных добавок, которые я когда-то верил. Сейчас я пользуюсь только вот таким стикмиксом. И, как показывает практика, работает вполне успешно. Что нам остается крайним действием, это залить стикмикс. Для этого нужно использовать любые аромы любых производителей, которые указывают на упаковке то, что они дружат с ПВА. Так пишут, ПВА-френдли. В предыдущем также видео у меня было огромное количество жидкостей, различных аминокомплексов, бустеров, ликвидов и так далее. Я это все по колпачку разливал, добавлял и в это верил. Сейчас я практически вообще не пользуюсь вот этими специализированными различными жидкостями. Использую одноименный ликвид, либо близкий к нему. Если у меня соурс дает тут все рыбное, ничего страшного, если я залью его сквид-актопосом. Также есть аромы, на которых не написано то, что они дружат с ПВА. Но на самом деле я экспериментировал и понял, что они отлично дружат. Вот давайте мы сейчас, пока будем стикмикс замешивать до конца, проведем эксперимент. Я его полностью окуну и пускай он у нас полежит. Как правило, ПВА растворяется в четыре нескольких секунда. Не знаю, по какой причине динамин не написал, что эти ликвиды работают, но, как показывает практика, они их не растворяют. Что касается аминодобавок, у них есть свойство улетучиваться, причем достаточно быстро, поэтому добавлять при замесе не вижу вообще никакого смысла. Данный ликвид я купил специально для обзора, видео, которое выйдет в ближайшее время, по жидкостям. Его я использую непосредственно перед забросом, окуная туда полностью стик. Как только у меня закончится, я это перестану тоже делать. Так что, друзья, вы уж, если верите, пользуйтесь. Если не верите, то минимизируйте, и у вас будут такие же отличные результаты. До какой консистенции нам увлажнять стикмикс? Здесь все должно быть на ваш, скажем так, глаз. Я делаю ее, как обычную прикормку для фидера. То есть, немножко сначала добавили, перемешали. Посмотрели, что бойло и пелец начинают впитывать влагу. Оставьте его на 10-15 минут. Затем можете добавить либо бойлов и пелец, если вы переборщили арому, либо арому добавить, если ее там мало. Все. И наш стикмикс готов. Как вязать быстро стик, я рассказывал в отдельном видео. Здесь будет подсказка. Пройдите, посмотрите. Ну а наш стик, как мы видим, цел и невредим. Но обязательно проверяйте каждую арому, если на ней не написано, что она дружит с ПВА, перед тем, как делать замес. Друзья, в принципе, наверное, это все, что я вам хотел сегодня рассказать. Поверьте, что предыдущий рецепт и данный, ну, наверное, по сумме отличается прилично, а в эффективности я разницы не заметил. Поэтому берите на заметку и не хвостал, не тиши, друзья. Пока.